Бушевавший циклон переполошил весь Сахалин. Сильнее прочих, непогода ударила по Макарову и Паранайску. В последнем потопило центральную площадь и ближайшие улицы. Ливневки не справлялись. Вода зашла в подвал и поднялась и затекла в квартиры домов по улице Саперная. Аварийные службы отправились откачивать воду. Водопроводы проверили, отправили, дистопливо проверили в генератор, чтобы у нас все было готово к стихии. Работы продолжались круглосуточно. Первые сутки вообще практически бывало, и люди не спали у нас, но работали. Коммунальные службы работали по заявкам от управляющих компаний. В Паранайске таких обращений зарегистрировали несколько десятков. Не повезло жителям дома по улице Дружбы-1. Они забили тревогу в воскресенье вечером, когда вода начала затапливать подвалы. Представители УК Управдом осмотрели помещение и уехали. У нас таковых заявок в принципе не было по этому дому, в части подтопления подвала. И да, здесь система водоотведения предусматривает дренажные насосы специальные, которые в автономном режиме работают на постоянной основе. После циклона прошло несколько дней. Влага оставила в помещениях немало проблем. Насосы работают, и воды стало значительно меньше, однако это не помогает. От сырости стенки в подвале начали разрушаться. Шлакоблок осыпался, и вот, пожалуйста, виднеется арматура. Раньше работали четыре установки. Две из них вышли из строя, и их не заменили. Оставшиеся насосы поэтому и не справляются. Сырость соколя поднялась до второго этажа. Жители всех подъездов жалуются на невыносимый запах в квартирах и грибок. Плесень, сырость сушить, вот только обогревателями или как. Плесень вытираете, может быть, как боретесь? Конечно, конечно. А вытирание не вытирает, это же плесень. Жильцы говорят, что проблема появилась после некачественного капитального ремонта в 2014 году. Дом обшили новеньким фасадом без утеплителя. Сейчас паранайцы мучаются еще и с ремонтом двора. Рабочие вырыли яму на стыке с асфальтом. По инженерной задумке, это своеобразная сточная канава. Вот только вода оттуда никуда не уходит. Вот тут подмыло, пошла вода в подвал. И вот эту стену всю замыло. Осыпается что-то? Осыпается, вот тут осыпается насыпь на следующий двор. Сам ремонт завершится 2 октября этого года. В администрации посоветовали дождаться сдачи работ. Будет выполнено дополнительное понижение рельефа для увеличения сбора дождевых вод. Благоустройство задней части дворовой территории не предусмотрено. Однако по стандарту стенки канавы должны огородить. Наша редакция сообщила о проблеме в министерстве ЖКХ. Теперь двор на особом контроле у ведомства. Кристина Ким, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ.